На этом предприятии производят одноразовые столовые приборы. Производство экологичное, токсичных материалов нет. Сырье, береза, шпон. Завод «Молодой» открылся в прошлом году. Сейчас здесь работают около 60 человек. Пригласили знакомые, попробовала, мне понравилось. Все, решила остаться. Все устраивает, полностью есть зарплата и сам процесс весь. Все хорошо. Сейчас предприятие экспортирует свою продукцию в 8 стран. Это не только ближние зарубежья, еще и в Германию, Венгрию, Швейцарию. Есть склад в Эстонии. Здесь активно используют господдержку, компенсация по затратам на сертификацию, размещение на электронных площадках, обучение сотрудников и многое другое. Мер поддержки очень много, которые оказываются, и, соответственно, мы всеми им пользуемся. Это, возможно, перевод сайта, это на международные языки, это подбор клиентов, это сопровождение контракта, услуг очень много. Мы активно всеми воспользовались. Мер по НАСПроекту мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы много. Еще одна компенсация транспортных расходов. Поставщики промтоваров гражданского назначения смогут получить до 80% компенсации. Воспользоваться любой поддержкой несложно. В российском экспортном центре создана система одного окна. Это в разы сокращает время на получение услуги. Любое предприятие может, уходя от личного общения, запросить любую поддержку в фактическом формате онлайн. Более того, мы упростили там и подачу документов в электронном виде. То есть мы уходим сейчас, стараемся уйти от бумажного документа оборота и всевозможных упростить жизнь нашим экспортерам. За 9 месяцев этого года объем совокупного экспорта вырос больше, чем на треть. Теперь этот показатель достиг 4,5 миллиардов долларов. Почти 3,5 доли – несырьевого, неэнергетического экспорта. Рост здесь почти 40% или миллиард долларов. Каждый третий экспортер использует господдержку. Очень важно соблюдение такого баланса, когда мы поддерживаем экспорт крупных предприятий и увеличиваем количество экспортеров в малых компаниях. То есть растет количество экспортеров и поддерживается экспорт крупных предприятий. То есть это поддержка комплексная и она реализуется очень системно. Завод по производству деревянных столовых приборов сейчас планирует расширять ассортимент. Появятся еще линии упаковки мягкого сыра. Будет построен новый комплекс, а дальше выход на французские и британские рынки. Служба информации Александр Быков, Василий Лысков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин